Музыка Привет всем! С вами первое видео я бы хотела посвятить такой теме, такому персонажу, можно так сказать, как духи. Духи, всё, что с ними связано. Начнём с этих двух малышек, которые все, наверное, знают. Это у меня по-третьему миллилитров, здесь-то был какой-то наборчик, который муж мне привёз из какой-то своей поездки. Это два всем известных яблока. Это золотое яблоко, D.K.N.Y, Дона Кэррон. Это Дона Кэррон, Нью-Йорк, D.K.N.Y. Это Be Delishes просто. Это, если я не ошибаюсь, одно из самых первых в серии. Это как бы зелёное яблоко. Все знают эту рекламу. Тётя кушает это яблоко. Тётя, ну, девушка. Это запах супер-супер свежий. Один из самых супер свежих запахов, которые я вообще знаю, которые... Это, по-моему, одни из самых, как говорится, повторяющихся духов вообще в моей истории, в моих духов, как говорится. Вот, ну, что вам сказать. Это запах очень-очень молодой, очень-очень свежий, очень-очень такой ненавязчивый, такой, ну, супер такой, ну, просто. Он очень ни к чему не обязывающий запах, который просто, если вот так впрыснешь на себя, просто чувствуешь в каком-то саду каких-то... Ну, даже, ну, это не яблоки, но, наверное, больше каких-то цитрусовых или каких-то свежих-свежих, супер-супер свежих цветов. А Голден, он, в отличие от своего товарища Зеленого, он таки, да, он Голден, он более вечерний, он более такой сладенький, но он тоже очень-очень такой молодой, очень такой для... Ну, он не взрослый такой аромат. Следующие духи, которые я хочу уже использовать и уже таким-то здоровым обманищу, это вот эти духи, которые всем известны. Это 5-я веню Элизабет Арден, это, наверное, тоже как Шанель номер 5 у Шанель, это, наверное, как 5-я веню Элизабет. Эти духи более вечерние, как, на мой взгляд, либо же более осенне-зимние такие, вот. Запах лилии, если я не ошибаюсь, мандарин, бергамот, вот такое что-то, что-то такое здесь на... 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 намешанное, такой, ну, вкуснейший такой... такой букет, ну, не знаю, такой... Следующие духи, которые я вам хочу показать, это духи, которые тоже, опять же, да, я хочу очень добить, но, опять же, я их, блин, ну, брала, по-моему, несколько раз с собой в поездке за границу, думаю, так, все, я там добрызгаюсь уже, там уже и оставлю. Ну, ну, куда я это буду оставлять? Кому? Не буду никому оставлять. Знаменитый Chloe Love, Chloe Love, Chloe Love, я унюхиваю здесь какую-то что-то, апельсинку какую-то, какую-то лилию, мандаринку, какие-то цветочки с такими фруктиками цитрусовыми переплетаются у меня здесь. Духи сравнительно вот тех моих, например, по-то веню, эти, конечно же, более духи фэнси, эти, конечно же, более... Ну, вот, запах у них более такой, ну, такой, более богатый, более такой презентабельный, как говорится, да. Я считаю, что тут могут быть духи и на утро, и на день, и на вечер, и смотря, наверное, от возраста и характера человека, который их носит. Следующие духи, которые я вам хочу показать, это духи лоситан. Это их знаменитые Cherry Blossom, которые подарила мне моя Олька, моя Олень. Мне их подарила моя BFF, любимая, дорогая. Значит, я их пронесила всё лето, да, пробрыгала Оля всё лето. Что хочу сказать о этих духах, ну, это просто потрясающий запах, это просто, ну, вот, кто любит цветочные, такие нежные, такие вот, ну, вот, я все это брызгаю всеми, вот, боже, что-то мне нравится. Кто любит духи, кто любит запахи, более такие нежные, цветочные, такие ненавязчивые, но, вместе с тем, очень такие свежие и очень такие, ммм, вкусные. У меня все духи, которые мне нравятся, они вкусные. Которые мне не нравятся, они невкусные. Ну, блин, пойдите, понюхайте их. Вот, кому нравится Cherry Blossom, кому нравится, как пахнет эти цветения черешни или как их фамилия, наверное, да. Что написано здесь? В общем, да, я их не пользовала весной, я их пользовала, я ими пользовалась в течение всего лета. Потрясающий свежий запах, потрясающий, добавляет, ну, не знаю, мне какой-то добавлял энергии, какого-то позитива, супер-классного. По-моему, здесь есть еще немножечко розы. Вот, мне кажется, да, немножечко розы, немножко муско даже, немножечко муско есть здесь. Вот, я не знаю, ли я его еще дубью в этом году, вряд ли, наверное, может, я немножечко здесь его сохраню и весной к нему вернусь. Следующие духи, которые я хочу представить вашему вниманию, это Daisy от Mark Jacobs. И это Daisy, которая называется Little Miss Sunshine или просто Sunshine. Да я просто себе выдумала, что это уже Little Miss Sunshine, потому что это если было из какого-то кино, я прилепила себе это название. Ой, боже, ну это, ну это тоже такой, ой, что это, я нанюхалась. Ну это такой, ну это такой вот свежий, такой цветочно-цитрусовый запах. Я теперь, наверное, одупляюсь, что я люблю все-таки цитрусово-цветочные запахи. Открыть. Здесь есть немножко такой, что-то какое-то, как, типа не сандала, вот это как, знаете, описание вот этого запаха, типа води, такой, типа лесной. Но он очень такой ненавязчивый, он очень такой фреш, он такой свежий, он такой вкусный. Вкусный-вкусный запах, очень вкусный. Кому нравятся вкусные духи, идите покупайте эти духи. Следующие духи, которые я вам хочу показать, это FAM от Ugo Boss. Это просто FAM, по-моему, там еще несколько есть, какой-то такой FAM, такой FAM. Если я не ошибаюсь, извините, пожалуйста. Там тоже какая-то серия, несколько есть. Это, по-моему, один из первых, типа оригинальный, да. Это у меня коробочка 75 миллилитров. Я купила сама по той простой причине, что они мне очень-очень-очень понравились, как просто каждодневные духи. Очень такой мандариновый, цветочный, свежий запах. Такой sophisticated, ну такой, знаете, без напряга. Ну да, такой вот, такой он какой-то теплый, он такой какой-то мой. Знаете, я пошла купила эти духи, очень ими наволен, но пока что не буду ими пользоваться. Я буду пользоваться ими весной. Да, опять же, вот свежие цитрусовые цветочные запахи. Очень-очень легкие, очень свежие, но вместе с тем он очень какой-то теплый. Те духи, которые, опять же, я получила в подарок моему мужу, я их абсолютно не знала. Я РМА не хожу, не нюхаю РМА каждые два дня, но неважно. Этот запах просто потрясающий. Этот запах, который, ну, кто, ну, вот, как-то он у меня так, как говорит моя Габи, раскрывается. Как-то он так на мне раскрывается, что-то просто так, что-то, что-то такое. Ну, в общем, это просто нереально цитрусовый. То есть он нереально цитрусовый, но он реально цитрусовый. Такой прямо цитрус и с каким-то зелененьким таким, и с каким-то кисленьким таким. В общем, здесь опять же нотки какого-то буди, какого-то немножко древесного запаха. И здесь лотус. Все. Я поняла. Здесь лотус. Он просто шикарный. Он просто шикарный запах. Он, естественно, летний. Он не зимний. Этот запах очень летний. Я вот в это лето, ну, потому что у меня был черри-боссом, поэтому я немножечко ЭРМЕ подзакинула. Я думаю, что... Я уже, ну, в этом году понятно, что я уже его не добью. Я его обязательно следующим летом, следующим летом я его закончу. Может быть, не знаю. Вот. Шикарный запах. Шикарный. Действительно, летом можно и на утро, и на вечер, и на ночь. Ну, не важно. Как хотите. Ну, очень реально классный запах. Кому нравится просто супер цитрусовый запах, я очень советую пойти нюхнуть. Следующие духи, которые я вам хочу показать, это духи марки Реминиссенс. Это Реминиссенс Парис. Это именно духи, которые так и называются Реминиссенс. По-моему, у них там, ну, очень много всяких разных, но это именно называется Реминиссенс, как и сама марка. Это очень шикарные духи. Это очень-очень-очень черпкие духи. Ну, вот это нормально, что оно у меня там застряло. Ну, это ужасно. Ну, ладно, потом я его выковырю. Это очень вуди. Вуди запах такой. Не вуди Ален. А просто вуди. Как типа древесный. Древесный, но, опять же, тут есть бергамот намешан. И он такой-такой свежак. Свежий лес. Следующие духи, которые я вам хочу показать, они, опять же, до сих пор хранятся у меня в коробочке. Потому что такая классная коробочка, тут еще такой классный рисуночек. В общем, это лалик. Лалик. Лалик Эду Туалет. Эдишн Спешиали. Спешиали. Боже мой, лучше бы я это не читала. В общем, это... Это... Лимитка? Не лимитка. Это специальный выпуск. Специальный выпуск передачи. Пока все дома. Сейчас, секундочку. Это специальный выпуск этого парфюма. В честь 20-летия его, немножечко они его как бы переделали, апгрейднули его, да, и сделали тоже такую шикарную, как бы, ну, розыгрыш, по-моему, вот, вместе с этой бутылочкой. Один из ста, если я не ошибаюсь. А, извините. На 20 бутылочек 19-ти был, было, был такой коле, ну, типа такой со звездочкой. Ну, не знаю, что это такое. Звездочка. Что-то лилия. Что-то торможу. В общем, это, это как бы, типа, позолоченная, типа золотая, а одна из 20-ти была из кристалла Сваровского. Так, ну, да, понятно, что мне кристалл не попался, но не важно. Это просто шикарные духи. Это просто... У меня ничего на это похожего не было. Просто не было. Я так была довольна и счастлива получить их в подарок, опять же, на Новый год, опять же, от моего мужа. Почему? Потому что я этот запах уже знала, по чисто не то чтобы случайности, а этот запах, ну, запах, пробник этих духов нам положили в одну из коробочек Glossy Box, который я уже давно-давно написала, Glossy Box Israel. И они мне так вот... Я в этой мунице набросилась и так... Ну, что-то такое? Ну, не могу никак вот обдуплить. Ну, что-то пахнет так вкусно. Ну, это я так пахну вкусно. Ну, не знаю. Они ни на что не похожи абсолютно. Их как-то даже ей объяснить трудно, если честно вам сказать. Не знаю. Ну, вот как вот тебя объяснить, духи? Вот как вас, тебя... В общем, жасмин здесь у нас есть. Точно жасмин. Сладенький такой. Ой, такой вообще такой... Такой... Ой, боже. I'm speechless. Я не знаю даже, как это выразить. Если вы хотите что-то такое действительно очень-очень-очень особенное, вот это. Это, не знаю, очень классный запах. Мне очень нравится. Я обожаю его. Просто обожаю. Да. Еще одни духи, которые я жмотюсь. Немного жмотюсь. Не то, чтобы жмотюсь. Ну, не знаю, как вам это сказать даже. Ну, что-то как-то о нем не заканчивается. Любимая мейка, как у Mademoiselle от Chanel. Тоже запах... В смысле, не то, чтобы он стар, как мир. Он просто очень известен. Очень такой sophisticated. Этот запах очень... Я узнаю. То есть, любая женщина, которой я вот... Я узнаю этот запах. То есть, он такой... У него такая печать, знаете, он очень-очень... Он очень классный. Не в плохом смысле у него печать, как клеймо. Он очень такой запах богатый. Действительно, он богатый. Он такой... Сразу вот я пришла, она мне Coco Chanel, Mademoiselle и все. Don't deal with me. Что в нем можно унюхать? В нем можно унюхать. Немного апельсинчик, немного пергамот. Вот такой вот, да? Вот такой вот... Ну, он такой насыщенный очень запах. Очень насыщенный. Я знаю, что у многих девочек с ними, как говорится, love and hate to relationship. Но мне кажется, надо не то, чтобы к этому запаху привыкнуть, а... Ну, не знаю. Может быть, у каждого запаха свое время. Я не знаю, как это сказать. Следующие мои духи. Это... Где ты, мой хороший? Это духи Miss Dior от... Кого? От Dior. Как бы вы... Что бы вы подумали, от кого эти духи? Это одни из моих новых духов. Ну, как видно, да? Но я ими пользуюсь достаточно активно. То есть, я ими пользуюсь обычно вечером. Очень нередко, когда утром я оттеваю этот аромат. Он очень классный. Девчонки, он такой классный. Мне их посоветовала одна моя... Одна моя... Ну, как... Не знаю, подруга. В общем, я понюхала у Сарит Буротман, когда я была у нее в бутике. Она рассказывала про эти духи. Я к ней так зашла, говорю, слушай, да? Они хоть уже эти духи, я им... Я им побрызгалась. Они просто... Они просто шикарные. Это просто шикарный запах. Бергамота. Какой-то... Каких-то... Каких-то... Кого? Бергамота. Что у нас тут? Нарцисс. Нарцисс. Немножечко такой идет. Какие-то... Вот такой вот букет каких-то классных цветов. Ну, не знаю. Ну, просто супер шикарный. И, опять же, не сладкий. Вот у меня вот реально нет ни одних сладких, по-моему, духовных. Извините, туда посмотрите, потому что там они все стоят. Не сладкий, но такой цветочный, цветочно-классный. Он очень классный. Вот этот аромат просто супер. Я его советую всем тем, кто любит цветочные ароматы, но очень сложные. Вот этот цветочный, сложный-сложный-сложный аромат, который раскрывается постепенно и очень так, знаете, так... ненавязчиво. Вот. Если это вообще имеет смысл, то что я сейчас говорю, какой-то бред. Следующие духи, которые я вам хочу показать, это одни из последних, слава богу, какое длинное видео. Это духи от Сальватора Феррагамо. Это духи, которые называются Синьорина. Которые тоже я купила по рекомендации. Это духи, которые тоже цветочные. Вот они вот, какой у них цвета бантик, вот так они и пахнут. Да. Это цветочные духи, они сладковатые. Это, пожалуй, одни духи, которые у меня достаточно сладковатые. Определенно зимний запах, определенно не летний, определенно вечерний. Ну, как для меня, да. Очень многие, я знаю, любят эти духи, я их тоже люблю. Но только на зиму. Вот сейчас пришла зима, уже, может быть, к нам пришла вроде бы зима. В Израиль, слава богу. Вот. И я буду им сейчас пользоваться. Прямо сейчас. Ну, завтра, не сейчас. Кавель Лапанфон. Шикарный. Это шикарный запах. Это настолько сложный, настолько шикарный, настолько, настолько софистикейтед, если я не ошибаюсь. Он выигрывал в нескольких там каких-то конкурсах лучших духей какого-то там года. Ну, они очень сравнительно, по-моему, новые. Но если я не ошибаюсь, то ли 12, то ли 13 они года типа выпуска. Вот. Есть у нас здесь жасмин. Есть у нас здесь мандаринка. Есть у нас здесь какие-то цветочки. Какие-то росточки. Я не знаю. Не знаю, девчонки. Не знаю. Я не знаю. Мне кажется, это тугота с описаниями запаха, если честно. Он мне нравится, и всё. Вот он мне понравился в журнале. Я... Вот он мне понравился. И мне муж его повторил на день рождения. Я даже не знал, что я его знаю. То есть эти духи. Вот. Ну, не важно. Может, я его даже сейчас... Так. Не будем брызгать всю полу. Просто шикарный вечерний запах. Очень богатый. Очень такой терпкий. Вот есть здесь тоже какое-то сандаловое дерево. Какие-то почули. Да. Терпенький такой цветочный запах. У меня уже задохнулась. Ну, духи, которые я всё никак не могу закрывать. Закончить. Ну, это, конечно, шутка года. Не, не то, что шутка года. За что там плавает? Вот эта вот малютка. Вот эта вот миниатюрка. Вот эта вот пумпусика такая классная. Роберто Кавали. Ну, все, наверное, узнали вот это вот. Вот это вот. Что это такое? Не знаю. Как это? Вот это вот. Всё. 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 Плетается. Все узнали этот лого. Роберто Кавали. Это его, по-моему... Нет. Это не Джаст Кавали это. Это просто Роберто Кавали Эду Паффом, если я не ошибаюсь. Я вообще как-то порывалась купить большую банку, но что-то как-то... Ну, как-то не хватает чего-то мне на него. Ну, не знаю. Есть, наверное, духи получше. Я не знаю. Я это получила в одной из коробочек, из первых моих коробочек гостей бокса, где-то два года назад. Тоже я их таскаю с собой. Если я еду куда-то за границу, таскаю их с собой. Это просто... Ну, это просто классный сексуальный запах, если честно. Боже, я сейчас не буду вам мешать ни с чем. Но он просто сладючий такой, не знаю, какой-то ванильно-женский запах. Сладкий, вкусный, сексуальный, супер-пупер-дупер. Вот такой вот запах. Все, я уже облилась им. Вот. Не знаю, мне кажется, он, наверное, взрослый немного для меня этот запах. Но я его использую очень мало и очень вечером. Вот. Это было мое первое видео на ютюбе. Ху-ху! Спасибо вам большое за просмотр.